здравствуйте дорогие любители вязания посмотрите какую красоту мы будем сегодня с вами вязать ажурные ромбы с вытянутыми петлями которые образуют такой цветок в центре ромба и посмотрите как красиво еще смотрится этот узор связанные разным цветом этот узор я нашла в журнале сабрина номер семь за 2013 год там этим узором связан жилет и хотя фото плохого качества кто-то меня в нем зацепила и я попробовала связать образец и не ошиблась узор изумительный вяжется несложно а смотрится очень интересно очень хорошо для детских вещей будет подобрать какие-нибудь яркие цвета детская платьица для девочки ну ну просто будет изумительно общем узор мне очень понравился давайте мы его свяжем я не буду вам объяснять схему раппорт узора составляет 12 петель но перед рапортом мы вяжем 7 петель затем повторяем нужное количество петель рапорта по 12 петель нужно количество раз и после рапорта вяжем еще 6 петель в общем 12 петель плюс 13 петель для симметрии узора это в ширину высоту мы свяжем с 1 по 18 ряд и затем рапорт повторяется с 7 по 18 ряд первые шесть рядов вяжутся только один раз набираем на спицы 27 петель вместе с кромочными вяжем первую кромочную я снимаю последнюю кромочную провязываю изнаночной вяжем первый лицевой ряд 4 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид 1 лицевая это мы провязали петли перед рапортом дальше начинается петли рапорта накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 7 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид лицевая закончили петли рапорта и вяжем петли после рапорта рапорта 4 лицевых конце ряда в дальнейшем я не буду разделять петли до рапорта петли после рапорта я буду говорить общее количество петель схема перед вами где начинается где заканчивается рапорт вам видно во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора мы петли вяжем по рисунку по рисунку это значит мы петли вяжем так как они перед нами лежат лицевые петли мы вяжем лицевыми изнаночные мы вяжем изнаночными накиды здесь мы тоже вяжем изнаночными такие ряды я видел пропускаю вы вяжете их самостоятельно 3 лицевой ряд 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо мне нужно петли развернуть чтобы они красивые легли и ровно провязались делаем накид 3 лицевых накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 5 лицевых и повторяем 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 3 лицевых накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевых до конца ряда четвертом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 5 лицевой ряд 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 5 лицевых накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 5 лицевых накид 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевых до конца ряда шестом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 7 лицевой ряд 1 лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевые теперь смотрите как мы будем делать цветок из вытянутых петель снимаем не провязывая следующую петлю с левой спицы вот за заднюю стенку как изнаночную петлю и из каждой дырочки вывязываем петли вот это не очень удобно делать с первой дырочки вводим правую спицу в первую дырочку в крайнюю и вывязываем петлю вывязываем длинную петлю вот такую дальше вводим правую спицу в следующую дырочку и снова вывязываем длинную петлю смотрите чтобы петли были не стянуты и так далее из каждой дырочки мы вытягиваем 6 петель вернее по одной петли всего будет 6 вот так снова вытягиваем длинную петлю вот эти две края две средние петли у нас будут самые длинные затем еще одну петлю и еще одну петлю вот таким образом мы вытянули 6 петель и дальше продолжаем вязать 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид лицевая петля накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевых и снова будем вывязывать цветок из вытянутых петель снимаем петлю с левой спицы не провязывая как изнаночную и из каждой дырочки поочередно вытягиваем длинные петли продолжаем вязание дальше 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид и 1 лицевая в конце ряда вот такой у нас получился 7 ряд интересный и теперь давайте восьмом ряду мы будем провязывать эти петли следующим образом принципе мы все вяжем по рисунку все петли вяжем по рисунку у нас получаются все петли тут изнаночные и вот мы дошли мы так значит на самого начала получилось 6 изнаночных мы дошли до вытянутых петель у нас их 6 и у нас петля снятая петля которая была не провязанная всего 7 петель мы все эти 7 петель 6 вытянутых и одну снятую провязываем изнаночной петлей вот так и продолжаем дальше вязать петли по рисунку они у нас все тут изнаночные их будет у нас 11 мы провязали вот 11 петель дошли снова до вытянутых петель и до снятой петли мы и все эти петли мы провязываем 1 изнаночной петлей и все до конца ряда вяжем петли по рисунку посмотрите какая получается красота легко и красиво правда вяжем дальше 9 лицевой ряд 2 лицевых накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 5 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 3 лицевых накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 5 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид и 2 лицевых до конца ряда 10 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку 11 лицевой ряд 3 лицевых накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид и 3 лицевых до конца ряда двенадцатом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку мы провязали 12 рядов сейчас тринадцатом ряду мы будем вывязывать вытянутые петли в шахматном порядке и смотрите как это будет выглядеть с краю 13 лицевой ряд снимаем кромочную петлю и вот у нас следующая петля мы снимаем ее не провязывая как изнаночную и вытягиваем вот у нас всего три дырочки получается мы вытягиваем 3 длинные петельки так и продолжаем вязать дальше 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид лицевая петля делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево дальше 3 лицевых и снова будем вывязывать вытянутые петли снимаем петлю слева спицы не провязывая и в каждую из каждой вернее дырки мы вывязываем длинные петли 2 3 не затягиваем петли 4 5 и 6 выравниваем вяжем дальше 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевых и следующая петля мы снова снимаем ее не провязывая и вывязываем 3 длинные петли из каждой дырочки какая непослушная так 1 2 и 3 и кромочную провязываем изнаночной вяжем 14 ряд 3 вытянутые петли вот раз два три и четвертая снятая петля провязываем все 4 петли изнаночной петлей дальше вяжем петли все изнаночные 11 изнаночных будет дошли до вытянутых петель теперь мы знаем что у нас их в центре было 66 петель и одна снятая вот не 7 петель и хорошо видно провязываем изнаночной хорошо затягиваем чтобы узор не был рыхлым и вяжем дальше 11 изнаночных и снова у нас 4 3 петли 3 вытянутых и одна снятая 4 петли провязываем изнаночной все провязали 14 рядов красота 15 лицевой ряд 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид 3 лицевых накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 5 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 3 лицевых накид 2 вместе лицевой с наклоном влево и 3 лицевых до конца ряда шестнадцатом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку в этом случае у нас они все изнаночные 17 лицевой ряд 2 лицевые 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 5 лицевых накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 5 лицевых накид 2 вместе лицевой с наклоном влево в конце ряда 2 лицевые восемнадцатом изнаночном ряду вяжем петли по рисунку они это у нас последний ряд раппорта вот посмотрите мы провязали один раппорт ширину 1 раппорт и высоту дальше узор повторяется с 7 ряда я уже говорила первые шесть рядов мы вяжем один раз и чтобы продолжить узор нужно повторять его с 7 по 18 ряд если вы хотите вязать разноцветные полосы то полосы повторяются через каждые шесть рядов вот давайте я вам один ряд вот мы сейчас начнем седьмого ряда вязать один ряд я вам покажу присоединю нить другого цвета когда я присоединяю нить в 1 1 петлю я ею провязываю это мы будем вязать сейчас 7 ряд 1 лицевая делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону 3 лицевые следующую петлю снимаем не провязывая и вытягиваем 6 6 длинных петель из каждой дырочки из каждого накида ниже лежащего 5 и 6 продолжаем вязание 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевых и снова снимаем петлю не провязывая вывязываем 6 длинных петель и продолжаем 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевая и в восьмом изнаночном ряду мы вытянутые петли провязываем все вместе изнаночной и хорошо видно можно даже не считать вот мы до них дошли 6 петель плюс 1 вытянутая вот 6 петель плюс 1 снятая нужно с другого цвета и все и продолжаем так точно так же дальше 11 изнаночных дошли до вытянутых петель их у нас 6 и 1 снятая все я думаю что вам по не понятен принцип вязание такого узора смотрите какая получается красота очень мне понравился этот узор я надеюсь что вам тоже если это так ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал и приглашайте к нам своих друзей и присоединяйтесь к нам везде где мы есть в интернете все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом я желаю вам здоровья удачи позитива и ровных легких петелек пока пока